приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня проведем дегустацию сыра хаварти вызревал у нас без двух дней два месяца напомню хаварти датский сыр должен обладать сладковато сливочным вкусом с небольшой кислинкой сыр достаточно молодой впервые был приготовлен в дании фермер шайхана ханна хельсинг на ферме в середине 19 века но мы этот рецепт повторили готовили по классическому рецепту и посмотрим что у нас получилось отличная структура отличный запах сейчас отрежу кусочек покажу то есть все получилось по структуре так как и должно быть мелкие глазки у сыра мелкие глазки так как мы использовали газообразующую закваску то есть немножко похож на голландские сыры давайте посмотрим крупный план и посмотрите друзья какая структура изумительная у сыра натуральная корочка мы ее смазывали оливковым маслом смазывали раз в неделю все просто идеально корочка очень крутая ну вообще мне очень нравится сейчас попробую и расскажу о своих ощущениях друзья по поводу запаха очень приятный немножко пикантный сырный запах но очень похож действительно на голландские сыры и по структуре и по запаху только одно как бы самое важное преимущество наверное одно из самых важных кошка не тряси мне штатив одно из самых важных преимуществ это короткий срок созревания то есть если вы как вы помните этот сыр созревает от месяца до трех максимум кстати забыл сказать если вы не смотрели видео с рецептом приготовления ссылку на рецепт я размещу в описании этого видео будет также в уголке в конце видео в верхнем уголке будет ссылка на рецепт приготовления так вернемся к дегустации все все как в описании получилось немножко сладковатый немножко сладковатый но вот кислинка если есть по совсем отдаленная действительно вот немножко сладковатый сливочный вкус запах вообще ну вообще отлично просто супер я даже не ожидал то есть не с чем сравнить когда готовишь там какие-то известные сыры голландские российские и так далее можно купить в магазине кусочек и сравнить с тем что ну с более менее оригинальным хотя я не считаю что магазинные сыры близки к оригиналу все-таки огромное количество контрафакта сейчас в магазинах на полках продается у товарища товарищ живет в селе и рядом молокозавод он говорит раньше ездили цистерны с молоком а сейчас ездят фуры и что в этих фурах возят но не молокозавод а именно завод по переработке молока то есть там делают сыры плавленые сырочки твороги всякие еще такие продукты машина цистерна с молоком сейчас уже не ездит что-то у меня сегодня болтливость повышенная сыр отличный очень вкусный этот сыр очень хорошо плавится его можно использовать для пасты его можно использовать для пиццы его можно использовать для сэндвичей то есть ну по крайней мере по описанию так но у нас все получилось так как в описании поэтому я с уверенностью говорю что так и будет ну и как бы по по определению понимает а как мы его готовили он должен хорошо плавится отличный сырочек я в восторге просто друзья заканчивая жрать с удовольствием представляем вам рецепт датского сыра хаварти технология полностью заплюдена результат у нас получился отличный дорогие друзья кошка прекрати хулиганить пожалуйста что же это за кошка такая собственно говоря собственно говоря кошка меня отвлекла я прошу прощения на этом все подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх мы будем готовить для вас новые сыры готовить новые колбасы гнать самогоны и вообще снимать новые интересные видео спасибо большое за внимание друзья всего доброго пока